Где мы находимся и что за моей спиной? За моей спиной Верхнеуральский православный храм. Надо говорить о слове Верхнеуральск. Это очень-очень древнее местечко. То есть мы не говорим, что история у нас это сегодня-завтра и сразу же отвалилась. Нет, господа мои, и Станица Магнитная, и Верхнеуральск, это древние, достаточно древние города. Конечно, это не древнее, чем Санкт-Петербург, но тоже хватает нашей живности и жительности на территории в свое время Российская империя, потом Советский Союз, а потом уже Российская Федерация. И когда мне говорят, что в Советском Союзе все разрушалось, я говорю, что этот православный храм как стоял тогда, так он и стоит, и постоянно идут служения. Мы сегодня о чем говорим? Я бы все-таки вернулся на круги своя и вернулся к образу, называется, нашей жизни, прописанной. Ну, это было не совсем православие, это была еще предыдущая штучка, подозреваемая Библия. Так в Библии так и было сделано. Основные правила, которые были прописаны. И в этих правилах не было прописано состояние варья. И то, что сейчас творится в Российской Федерации, это в 90% случаев чистое варье. А в случаях с нашими продуктами питания, это 97% случаев чистого варья. То есть везде и всюду нас начинают обманывать. И когда мы будем говорить о том, что это будет хорошо и красиво, я думаю, что не для вас это дело. Потому что, как бы вам сказать, если вот у меня был ресторан, то он был рассчитан для людей. Хотя, в принципе, кое-то на чем я зарабатывал деньги, да, но я не зарабатывал 400%, как на шашлыках. Нет. 100% это были эти... Ну, надо же было на ресторане каким-то образом деньги-то иметь. А пиво я продавал, ну, практически по той же самой цене, что мне и предлагали. С небольшой наценкой, естественно. Все-таки даже был ресторан. Но даже на ресторанных продукциях я никогда там столько денег не зарабатывал. Единственное, что это были самса. Вот то была тема. Все остальное – это наша жизнь. И наша жизнь вам говорит, не надо слишком много зарабатывать. Здесь зарабатывают для вашей большей жизни. Потому что это история. История в месте, где ваши предки или пиво. Это пиво варится. Здесь нет бредливости. После этого с утра не болит голова. И вы в процессы не внедряетесь на толчок по-крупному. Я не говорю про димедрол. То есть, когда голова красная от давления, а мысли в ауте. Здесь этого нет. Нет. Вот так варится настоящее произведение искусства. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А у вас там дело не получится. Но я вам передам свое удовольствие. Почему не получится, вас сюда вряд ли пустят. Но какое оно удовольствие. Оно безумное удовольствие. И мы сегодня именно про это удовольствие с вами и будем говорить. Потому что по-другому не получится. Вы не сможете это сделать настолько красиво, ровно и качественно, как это делаю я. Именно поэтому смотрите мои сюжеты на ютьюбе, чтобы вы понимали, что здесь то самое безупречность действительности готовится. И, к слову, если вы сильно-сильно захотите, ну, сюда не пусят, естественно, тогда ладно, меня-то пускают, и то хорошо. Задайте вопрос тому человеку, у которого вы покупаете пиво. Скажите, пожалуйста, я хочу пить пиво Верхнеуральское. Вот давайте теперь по-человечески, чтобы эти бизнесмены включили свои мозги. Скажите, а я вот видел, как Хиловский, в смысле, Челейки, да. Ну, Хиловский это я. Это для меня уникум. Потому что я на него и равняюсь, естественно. Потому что сегодня и сейчас он уже перестал работать. Его выкинули с комбината. Очень, кстати, зря. Я бы этого не стал бы делать. Потому что никто не выкидывает нормальных специалистов. Ну, ладно, это дело другое. Все. Замолчали. Я, естественно, на него ориентируюсь. И скажите, вот Челейкин делал то пиво, почему я не могу здесь делать? Один скажет, ой, другое пиво. Ну, попробуйте, попробуйте. Я говорю, задайте сразу же вопрос, а сколько оно может храниться? Причем задайте вопрос так, что я его просто принесу домой и поставлю при комнатной температуре. Сколько оно будет храниться? Если вам скажут, да без разницы, что оно будет храниться месяц, два, три и больше, сразу выкидывайте. Сразу выкидывайте. Выкидывайте и не думайте. Потому что нормальное пиво столько не хранится. Нормальное пиво хранится 7 дней. Вот если вы его вытащили из того состояния, в котором оно должно находиться, немножко опускаем температурочку до 4 градусов, тогда оно может еще продержаться месяцочек. Ну, если вы сможете побыстрее выпить, то... А так 7 дней и все. И пиво в лохмотье. Ну, если вам про это дело скажут, тогда берите. Хотя я гарантирую, что никто не скажет. Но вы скажите, а я бы хотел. А телефончик вот тут самый сейчас просто запишите. Нам же несложно. Проблем-то не возникает. Зяли, записали телефончик. И все. И живете спокойненько. Вот скажите. Вот этот телефончик, пожалуйста, позвоните. И дайте мне пиво. Вот такое. А не то говно, которое вы нам придаете. Да, хочу, чтобы вот это, вот это, то, что делается в России, и только из этого солода пивоваренного. А вы что думаете, в России не научились делать? Нет, научились. В Санкт-Петербурге уже делают это солод. И, естественно, и поэтому те отечественные сорта пива, которые вам предлагают здесь, оно берется из нашего солода, из хорошего. Давайте все-таки вспомним, что мы начинаем немножко думать о человеках. Из этого замечательного солода я хочу, чтобы пиво было. О! И вы знаете, я знаю одно единственное место, где четко работают. Так вот, четко работающие структуры, это, естественно, Верхневуральский пивной завод. Здесь все работает безупречно. Здесь нету ни добавок спирта, нету ни добавок подластителей и угустителей, и этого аромата пива. Вы знаете, это же можно сделать легко и просто. Или что же вы думаете, Кока-Кола, что ли, современного? Нет, соки добрые. Те же самые дела, только название немножко другое. Но, в принципе, в Магнитогорске вы можете взять Кока-Колу. Где? В самокате. Они его везут. Откуда? В Казахстан, естественно. Чтобы стало ясно, очевидно и красиво. Мне лично кажется, что Верхневуральский пивной завод больше нравится. Знаете, почему? Потому что этот пивной завод предрасполагает грамотное отношение к количеству населения. То есть это примерно на 500 тысяч. Ну, примерно на 500 тысяч. Завод, который может выпускать 35 тонн изумительного пива. Наверное, если бы город Магнитогорск был городом Самара, можно было бы увеличить всего это дело в три раза. Ну, это же не сложно, да? Ну, а почему мы столько не употребляем пива, это вопрос только к вам. Потому как, объясняю ситуацию, мы можем это делать, и вы должны употреблять это самое замечательное, ароматную, очаровательную, безумную и сногсшибатую штучку. О, как я клево, да? Оно зацепился. Это называется еще и мозги, вроде как бы не пропились. В принципе, этого достаточно. Не надо думать. Когда мне показывают заводы других компаний, я думаю, вопрос возникает. Вот огромные бочки, это на кого? То есть давайте все-таки определимся, что лучше это небольшие вот такие заведения, которые дают вам возможность потреблять удовольствие. удовольствие вы можете потреблять. Потому что, вот смотрите, сколько это. То есть если все будет хорошо и красиво, вряд ли вы сможете весь город его выпить. Это серьезный большой... Емкость такая немаленькая, естественно. То есть, и вот если мы будем это делать, если в конце концов человеке, которые решили не убивать вас, отдавать вам возможность, заключив договор еще раз, пока вот этот номерочек, то в принципе мы перерастем, и это будет работа с мозгами для вас. Потому что это будет хорошо и красиво. И тогда мы можем спокойненько очень хорошо пригрузить этот завод. И он сделает, никаких проблем. Это вот не менее серьезное местечко. Также в Верхневральске находящееся. Но оно чуть-чуть дальше. Это Форштадт. И оно самое северное место в Верхневральске. Зона такая, крытка называется. Так вот, в этой зоне крытки в свое время... Почему мне всегда нравилась, допустим, история религии? Потому что раньше история религии, это была постоянная структура. И она в действительности вам объясняла суть бытия. И суть бытия была, естественно. А те, кто не понимал сути бытия, кто обманывал, вот они сразу же отправлялись вот сюда. И очень серьезная структура, которая находится за моей спиной. Я как-то делал материал, дай-то Бог, вы все это делал, вы видите в эфире. Скоро я все это делаю туда солью, чтобы вы поняли, что то, чем я занимаюсь, это не совсем структура из разряда YouTube. Нет, я чуть раньше занимался. То есть, грубо говоря, сегодня, сейчас, 2004 год, я сколько лет занимаюсь на телевидении? Ну, сколько я лет занимаюсь на телевидении? 29 год. Я начал заниматься телевидением. Естественно, мы снимали то, что было внутри. То есть, человек в свое время там обманул, и сразу же его сюда посадили. Клево было? Клево. А сегодня и сейчас это дело не получается. Но давайте все-таки определимся, что мы с вами будем судьями. Если вы, я и все остальные, то есть, что я делаю? То есть, я не захожу в сетевики, потому что от мук номер один там делать особо нечего. И там я немного это покупаю. Это кофе, ну, лимончик, для поднятия тестостерона, естественно. И больше-то ничего про суть событий. Ну, есть некоторые события, которые там можно брать. Но это уже отдельная тема. То есть, я не беру там все подряд. Потому что это мне и не нужно. Потому что все остальное, я научившись, в свое время был такой очень неплохой товарищ под названием Леонид Ильич Брежнев, он объяснил, что экономия начинается на экономии на себе, естественно. Я ем то, что мне нравится, и не покупаю полное говно, которое вам сетевики продают. То есть, если ваш человек не везет вам пиво, я бы не советовал даже к нему подходить.